Фотографии триумфальных арок из разных городов Сибири и Дальнего Востока впервые собраны на одной выставке. В Царской России эти архитектурные сооружения символизировали единение и расширение территории, сплоченность российского общества. Строились такие арки в разных стилях и из разных материалов – дерева, кирпича или камня. Хабаровск стал одним из городов Дальнего Востока, который посетил на обратной дороге из кругосветного путешествия цесаревич Николай Романов. Это было 10 мая 1891 года. В город будущий император въехал через богато украшенную триумфальную арку, которая находилась на вершине улицы Алексеевской, ныне Шевченко. По словам историков, в Хабаровске было построено еще три арки на случай, если корабль цесаревича причалит в другое место. Знаете, как всегда бывает, не все шло по плану. Но тем не менее, и на самом деле хабаровские арки, они очень нарядные. Мне кажется, даже на Хабаровской на одной арке было написано «Ураца Цесаревичу». Это настолько было с настроением, с любовью, с задором. Выставку «Триумфальная арка. Портал между прошлым и будущим» в Хабаровске организовал Белый фонд. Он занимается сохранением культурного и исторического наследия. Вместе с представителями фонда приехала и правнучка князя Владимира Борятинского, руководителя восточного путешествия цесаревича. Елизавета Апраксина рассказывает молодежи о деятельности своих предков, самого князя и двух его зетях. Были члены строительного комитета храма-памятника, построили храм в память жертв царской семьи и всех людей богоборческой власти, убиенных. Храм Ева Многострадальная в день рождения государя. Святые царские, молитесь о страстотерпцах. На открытии выставки в Хабаровске была совершена краткая молитва о царственных страстотерпцах. Основанием прославления их в лике святых стала безвинная смерть, принятая Николаем Романовым и его семьей за христианскую веру. Явили действительно пример такого беззаветного служения своей любимой России, как они об этом и говорили. И за это страдали, и за это и умирали, и в конце концов приняли имуческую смерть. Выставку «Триумфальная арка. Портал между прошлым и будущим» показали не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири. В Хабаровске в музее города она будет работать до 12 мая.